привет уважаемые зрители рядом со мной брат сейчас коль ты мне ветку поднесешь чтобы я показал как пилит нож ну да спасибо все чаще на своих видео я подымаю вопрос лучшего ножа для и дисси до последнее видео я говорил что 111 на лучший для этого все таки если не говорить охота мини ящички инструментов да то что касается девяносто первого формата да я именно так их и воспринимаю то есть это такая база инструментов мы никак не нож а вот 111 формат уже можно воспринимать как на предметный нож они мультитул и что-то вот такое мой первый нож был куплен лет 20 назад викторинокс это был 111 ряд значит база 111 и двухрядный он был там были базовые инструменты и клин сверху в спине были штопор шило как обычно этот нож меня часто выручал на природе единственная на тот момент на момент покупки да и период использования длительного я вообще не был знаком с пилой с ее возможностями замечательными давайте сразу же я их продемонстрирую сейчас брат принес хорошую веточку вот примерно такого диаметра или вот такого давать она тут половина ветки как раз ему посильно с легкостью вот такие вот задачи давайте попробуем конечно же передо мной сейчас телефон и ни хрена нет они держать не надо я удержу думаю просто не буду сильную нагрузку давать телефон болтается сейчас я вот до половины видно даже он быстро работает коля ты преподами наверно телефончик просто весь с этим самым даже стабилизирует она подыми вообще его я руку протяну сюда давай и подсними друзья сейчас при встану давайте новое место возьму и покажу как же тут ну короче все то есть когда другом положении все быстрее происходит спасибо все быстрее происходит можно вес как-то распределить движение более выгодно экономно отрегулировать свой пила отлично работает она тоненькая ну конечно для города таскать не очень толстый но дополнительный ряд собой где-то это вопросы вызывает я говорил о том что эти ножи 111 еще не для EDC использования каждодневного некоторые с клипса идут то есть это предусмотрено да в первую очередь с однорядного сентинела ну и дальше на вторые на двухрядный уже клипса не идет вот я говорил что это можно исправить купив просто поменять накладку с клипсой купить да то есть если именно нож они инструменты да вот эти вот все эти по пассатижи да ну к сожалению вот это вот 111 по моему атлас у нас оутрайдер с плоскогубцами дальше геркулес ворк чем да но вот такого что-то компактного с плоскогубцами вот допустим было бы неплохо для города вместо вот этого вот эти вот плоскогубцы пассатижи ну он опять же был бы уже толстый приближался вот к этому же атласу подождите по моему атлас надо пересмотреть по моему атлас и есть вот такая вот моделька с такой комбинацией то есть 111 их все меньше и меньше я смотрю на ул икс как-то и так далее там они подорожали ну некоторые скидочки бывают тут мы с тобой коля видели недавно плану шо я тут правильно снимаю это недавно видели за полторы тысячи мы с тобой гак по моему там и сак продавался 111 с пилой и 1600 то есть принципе даже новые иногда сейчас выгоднее покупать чем на ул икс вторичку некоторые там пытаются толкнуть за полторы тысячи бы уж на и ножа хотя новый стоит вот 1600 значит ну что тут есть в этом ноже да все таки моделька форестер во-первых пила во-вторых здесь уже на лайнер локи очень такой крепенький уверенный клин он больше чем упомянутом пикникере моем на ригельных версиях на ригельном замочке там клин чуть пониже ну и этот замок открыт все видно то всего логику механизма этого суть понятно чистить легче хотя с ригельными тоже проблем у меня никаких не было ну чуть-чуть грязь какая-то которая не мешала все равно работе кроме того вот этот уже двух руки и нож можно то и теоретически так с натяжечкой но использовать и для самообороны ну если ничего уже нет у нас в двух рукам ноже сам клин кончик не затуплен как ваках и сакх здесь у нас не боевое не военное применение поэтому в этом смысле вполне кроме того прикольных каких-то вот перспективах тут у нас вот это возвышение отсутствует тоже не тормозить не как поэтому а длины клина друзья ну вообще-то это неплохая вот такая штрикалка вполне учитывая анатомичность о которой я недавно говорил рукояти все таки и тут эколайн накладочки которые ну где-то там какой-то долю процента тоже в плюс сцеплению ну прежде всего вот эти вот выборки нож можно упереть кто смотрел фильм я играл как же его там окна вот эта передача нагиев играл отца трагично там убитого сына вот который мстил там одному пилоту по моему дальше как-то в катастрофе какой-то умер его сын в общем и извинения не принесли как-то так нагло поступили бессердечно в общем с ним и толком извинений даже он за потерю сына не получил он решил отомстить он взял пикникер по моему это был и вот так вот отработал позвонил в дверь дядька вышел на вот то есть вот так вот решили задействовать ну не знаю по моему даже документально это то есть на реальных событий ну не уверен что он викторинок скупил хотя чё по ним викторинок показывали вот да было это можете пересмотреть разок можно фильм неплохой нагиев там играет необычную роль себя обычно это какие-то там комичные на там физруки а там он прям на это трагедия фильм драма трагедии вернемся к нашей модельки никаких тут ну вот это свойственно небольшой вот такой до люфт а так тут уже крепенькая такая конструкция довольно сбитая все что на лайнере она крепенько эту с двух сторон то по ряду его и плюс еще как-то так зажимает но не может так теоретически как-то греет вот эти два ряда по бокам и как раз клин в центре у нас знаете это тоже хорошо для управления клином для распределение нагрузки бывает у нас в многих пакетах клин сбоку например там больших толстых уже ножа здесь по центру это хорошо то есть опять же при всех задачах это хорошо я думаю но для доброго большинства в общем вот так вот мы обратно его и закрываем то здесь кстати промежуточная фиксация обусловлена в целом вот этим типом замочков раз все очень хорошо держится ничего не выпадает и базовые инструменты теперь все в очень хорошем состоянии коля тебя поздравляют очень хороший нож ты знаешь и для города это дополнительный ряд он не особо беспокоит там даже в кармане в зимнее время летом конечно тяжеловат ну и в походе я думаю это все что нужно ну если конечно же мы специально не находим проблем си никаких там не приходим на природу там чинить замки там всем молнии там это далее что-то не выдумываю так на природу напилить дрова есть пива для города как-то наверно это странно лучше с одним клинком брать и все и без пивы ну вот да ты это понимаешь ну просто бывает в городе знаешь бывает ситуация когда там резко импровизировано там кто-то хочет костер чизил ну мы же ребята простые так кто там на бентли растекает тем может и один клин достаточно там в брючке свои а мышь такие-то полу кочевный образ жизни такой где-то раз там присел так давай сам курица с кустов выскочила раз-два я и пила тут есть для кастров полезный инструмент давайте еще раз друзья похвалю вот этот инструмент это открывашка для банок насколько я понимаю плюс здесь у нас очень массивная крепкая отверточка все это в отличие от ригельных и других вариантов там 91 здесь у нас она на замке так как самый инструмент довольно крупный и ну так скажем специфической формы которая может часто быть вот каким-то таким мини ломиком скорее может поджать что-то надавить вот сильно понимаешь какие-то движения может круговые что-то вставил где наш это расковырять то есть если замка нет то часто у нас это складывается там понимаешь где-то может в комбинации с другим инструментом помочь вот и когда складывается это не всегда удобно очень толстый понимаешь инструмента и так как он за замочком тут очень обнадеживает но хотя опять же он видишь с краю нас стоит тут главное учитывать помнить что плашка то это рядом сам инструмент толстая плашка рядом он алюминиевая тонкая если мы не в ту сторону крутанем плашка может отогнуться да ну и давайте переходим в спину значит друзья вот сам хват кстати хотелось бы сказать по хвату вот три ряда замечательный хват для любой ладони думаю даже для маленькой девочки он будет не такой гигантский а для большинства людей средних размеров да и для крупных мужиков все-таки он 111 он не будет карликом чувствоваться в руках все это приятно удобно для моей средней руки 111 именно вот ножи то есть я чувствую полноценно взятый на кухне какой-то нож который при отсутствии каких-то шпиньков все здесь довольно кромка длинная все то есть на кухне даже можно работать учитывая его резучесть тонкость хорошую сведенность да и в такой рукояти удобной нож не ржавеет может даже кухонный быть ну конечно для кухни может быть это коротковат но двухрядный вариант или однорядный да и на кухне он может просто что хлеб резать да коротковатом если большие там какие-то буханки так что же я еще хотел сказать да то есть по хвату замечательное на анатомичность и дальше складываем его либо однорукий было бы плохо ну однорукий да да по хвату в закрытом состоянии да было бы хуже трошки то есть эти ножи вот такого типа ну и как опинель да опинель они намного длиннее но это примерно с девяточкой сопоставима длина клина то есть да можно рассматривать вот нож единственный вообще на всю жизнь и на кухне пользуйся чем что мешает почистить внутри там ну двухряды можно взять там особо меньше уже чистить чем-то его так забить что он забьется и просто не откроется никогда сложно то есть представить чем это вот нож на все случаи там кто ведет образ жизни там где-то снимает часто переезжают нет желания собой кухонные возить хотя сейчас кухонный очень доступные тоненькие можно купить и выбросить но так если пригрелся к этому то замечательная моделька и для кухни даже с этой пилой я говорю что хватит она не затрудняет особо даже наполняет удобно чистить картошку тоже нормально может быть для картошки моем случае двухрядный лучше вот если мы говорим о кухне о природе то есть если мы говорим о кухне нам вот эти вот лишний вес да тут лишнее только вес может быть на кухне вес этот не лишний не лишний я думаю вы понимаете о чем я говорю взять с собой на природу если не так часто то есть иногда тоже отлично то есть вот такой вариант на все случаи если таскать чаще берем без пилы почему нет на крайняк там что-то так пропилить подстругать можно чисто так по батонить но перебить ветка если это необходимо а заготовка дров это конечно да тут если это это с целью больше рекреационные развлекательные можно перебиться да там же серрейтор с дровами если да там серрейтор на других версиях ну да серрейтор может наверно там дерево взять куда бедно как-то вот ну а если какая-то экстремальная ситуация то конечно да лава сможет согреть конечно зимой и тут вы уже не будете батонить не до этого ну это первый вопрос второй еще вопрос вообще распалить костер зимой это далеко не просто да бывает и летом не просто распалить нормально даже бывает и такое хотя он максим как мы ходили с ним так хорошо он развел костерчик все сырое было зима позовите меня на канале есть там небольшие походы путешествия мото походы небольшие знаешь в спине мы видим два постоянных друга которые у нас никак не мешают нам не беспокоят не требует ничего не в спине лежат спокойно ровненько скромно не выпячиваясь в кармане никак ну вот жалко иголку не внедрили иголку ну можно самому что внедрить про паять там в общем снова желательно снять наклад но если сделать аккуратно там желательно потренироваться уже не так все просто там дальше пинцетик у нас все дела туда можно иголку если говорить да можно и туда если говорить о использовании пинцета вернее этого штопора тоже на сто одиннадцатых ну немножечко удобнее то есть инерция вес больше он легче заходит и кого рука больше интереснее и легче на вот ну и шило друзья замечательно то мне ребята говорили что она фиксируется если там все открыть по моему далее что-то там кто-то говорил или штопор фиксируется я не помню просто много информации я пользуюсь этой функции редко то наверное в других до 91 напишите еще разочек чтоб я с десятого раза хоть запомнил вот шило прекрасная ребят ну вот то что она иногда понимать если вот это движение но на палец может сложиться благо это часть у нас не острая вот пальца можно поддерживать ну продрявить какую-то дырку то есть вообще супер то есть на металле какую-то консервную банку только так можно сито сделать за секунду да здесь колечко колечко у нас не мешает да не мешает а бывает там в девяносто первых колечко больше но как раз ложится вот сюда и на него падает как раз рк шила режущая кромка шила давайте покажу поближе насколько она здесь интеллектуально выверенная все очень она многофункционально это шило не просто дрявит а еще где-то может снять что-то лишнее где-нибудь прорезать что-то провернуть и в общем замечательная продуманная и полезная вещь не занимающая много места в вашем повседневном помощнике все товарищи зрители обращайтесь пишите комментарии рад вашему вниманию был подписывайтесь дальше я думаю когда война закончится будем путешествовать все будет хорошо буду снимать видео походах пока